13.06 в Кирове на стойте на фон программы «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, напротив меня сегодня Константин Сичихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Константин, добрый день. Добрый день. Признаюсь, мы за эфиром начали уже дискуссию, обсуждали мы Навального, но хочу начать программу не с этого, а с того, что накануне Киров посетил Дмитрий Медведев. Вместе с ним приезжало много начальников разного уровня для того, чтобы принять совещание, принять участие, пардон, в совещании по военно-промышленному комплексу. Вот скажите мне, Константин, как это нужно расценивать? Это некий знак доверия к ВРИО, либо это просто совещание по ВПК, или не нужно вообще искать никаких скрытых смыслов? В моем понимании не надо искать никаких скрытых смыслов. Это и ответ на первый ваш вопрос по поводу знака доверия к нашему ВРИО-губернатору Васильеву. Это и совещание по ВПК, потому что, вы сами понимаете, Кировская область, она всю жизнь считалась областью с крупными машиностроительными комплексами, особенно с военными крупными машиностроительными комплексами. Потому что в Великой Отечественной войне, когда перемещались сюда заводы, здесь они остались, здесь они развивались, здесь все это, как говорится, строилось и развивалось в свое время и производилось в нашем машиностроительном военном комплексе. И да, были времена, которые, можно сказать, это все ухудшилось состояние, где-то какие-то заводы закрылись, где-то какие-то комплексы позакрывались. Если это все будет возрождаться в том русле, в котором было раньше, да, и даже это будет лучше, то, я думаю, в этом область больше выиграет. Почему? Потому что это лишнее налоговое обложение, это развитие, и люди будут здесь оставаться, будет меньше миграции в другие регионы. Это развитие области. Вы знаете, Константин, вот если честно признаться, я ждала, что сегодня утром, открыв новостные сайты кировские, я увижу, что Медведев нам, нам, я имею в виду, Кировской области, пообещал какую-либо бюджетную поддержку. Потому что, ну, логично, когда приезжает руководитель такого уровня, логично что-то у него попросить. И логично, что он региону что-то даст. Ну, так всегда было, там, в приезды Медведева, Путина, там всегда об этом сообщалось, что вот, там, Медведев пообещал, там, выделить деньги, либо Путин пообещал сделать для региона то-то. Ну, мне кажется, что это нормально. И я ждала, чем же, чем же закончится вот эта история. А сегодня, прочитав на сайтах о том, что глава региона попросил Медведева помочь финансово достроить детский космический центр, но при этом таких вот обещаний не прозвучало, я была немного разочарована, а увы. Ну, я, во-первых, не разочарован, во-вторых, я думаю, что федерация поможет в этом плане достроить детский космический центр. Если в бюджете нашем не хватает денег, то, например, Андрей Андреевич Медведев, он в открытую не пообещал, но головой кивнул, там же я так же читал, как говорят, да. Это уже знак согласия. Вы где-то, видимо, между строк читали. Это уже знак согласия, что области помогут, и я надеюсь, что космический центр достроят в этом году, и все дети пойдут смотреть на космос. Ну, просто вот нет ощущения, что хотелось чего-то большего, нет? Нет, ну, как бы, вот у меня нет такого ощущения, хотелось бы чего-то большего. Мы сами должны чего-то добиваться, а не ждать, когда нам федерация будет постоянно с вами помогать, да? Нет, я не говорю, что нужно, да, стоять с протянутой рукой и ждать. Нет, а вы про это и говорите сейчас, да. Мы ждали, мы верили, мы, вот приедет Дмитрий Андреевич Медведев, и он нам привезет с вами чемодан или еще чего-то. Зачем верить-то и ждать-то? Надо развивать то, что есть у нас внутри, есть в регионе, а он уже на данный момент должен приехать и посмотреть. А в регионе у нас, Константин, проблемы с бюджетом. Проблемы с бюджетом, они остались, и не первые, и во всех регионах проблемы с бюджетом. Если мы правильно будем проводить финансовую политику в регионе, да, то проблемы с бюджетом будут сокращаться. Вот и все. Ну, хорошо, ладно, я услышала ваше точку зрения. А вот депутат Кировской городской думы Алексей Кузьмин высказался про приезд Медведева, я сейчас процитирую. Не уверен, что приезд Медведева носит политический характер, так как его рейтинг не сможет дать очков в копилку действующему в Рио на предстоящих выборов. Согласны? Нет. Почему? Почему? Во-первых, Медведев, второй человек в Российской Федерации, в нашей стране, да, это уже о чем-то говорит, правильно, это не лидер партии «Справедливая Россия» приехал, да, а лидер все-таки основной партии приехал, как бы в Кировскую область, да, это уже о чем-то говорит, о каком-то рейтинге, и о рейтинге доверия к Рио-губернатору на данный момент. Во-вторых, по крайней мере, ту отрасль, которую область собирается развивать, одним из приоритетных проектов, это машиностроение, по этому направлению он и приезжал сюда, и по этому направлению приезжали очень много министров, вы сами понимаете, руководителей корпораций. Я не думаю, что они просто так посидели за круглым столом, пообсудили некоторые вопросы, как хорошо в Кировской области или как плохо, да, конечно, они, по моему предположению, они обсуждали очень важные, насущные вопросы, которые интересуют не только нашу область и всю страну, да, и если машиностроительный комплекс к нашей Кировской области в дальнейшем получит какой-то рывок от этого даже совещания или какие-то заказы, либо еще что-то, мы это с вами увидим в дальнейшем, пусть это будет не завтра, не послезавтра, а там ближайшие эти же пятилетку. Потому что оборонный комплекс, он растет, оборонные заказы, они растут, и если даже какие-то часть заказов, там, процентов на 90-95 будут уходить в Кировскую область и развивать те предприятия, которые у нас уже не только, Алмаз-НТ, это предприятие, на котором было у нас много других предприятий машиностроительного комплекса, и в Кирове-Чепетске есть предприятия, которые тоже относились раньше к машиностроительному комплексу, да, И сейчас, на данный момент, уже более-менее начинает развиваться и в городе Кирове, вы сами знаете, немало машиностроительных, а это о чем говорит, о том, что если строить машиностроительное предприятие, значит, идет закупка металла, идет закупка других каких-то инструментов. Это же просто так, как говорится, ракету не построить из воздуха, правильно, там очень много дополнительных инструментов требуется для этого, средств, материалов, все, что связано, это комплекс, это целый комплекс, который раньше работал как машина, потом, впоследствии, она была, как говорится, загуглена с какой-то точки зрения, сейчас это возрождается, если так будет, то это будет хорошо. Вот, знаете, накануне очень много комментариев читала в соцсетях, ну, это как обычно, да, приезжает большой начальник и в городе начинают срочно латать дороги, вот в соцсетях пользователи писали, что залатали ямы на проспекте строителей буквально за одну ночь, то же самое произошло на улицах Упита, Кольцова и, может быть, где-то еще. Вот, вы как воспринимаете такие подготовительные работы? Это, ну, в принципе, нормально, это норма или что-то не так? Давайте будем рассуждать так. Я, конечно, не наблюдал, по какому маршруту двигался кортеж, да, но, как я понимаю, по проспекте строителей он не ехал, да, по улице Упита он не ехал, но это мое понимание, да. Если там работы и проводились, то я думаю, что они проводились не специально к приезду Дмитрия Анатольевича Медведева, да, а проводились в плановом порядке. Почему? Потому что у нас... В плановом порядке? Ночью, Константин, да ладно. Давайте так, как бы мы с вами неоднократно уже эти вопросы обсуждали, связанные с ямочными ремонтами, да, и рабочая группа при общественном палате эти вопросы контролирует, и те информацию, которую мы получаем, те фотоотчеты граждан, которые видят это все, мы по этой информации задаем в администрацию города. Почему, например, ночью, а почему не днем вы делаете, да, почему именно вот эту яму, а не вот эту яму, да, на что получаем, по крайней мере, ответ, связанный, во-первых, с предписанием ГИБДД по той или иной яме, почему, потому что в этой яме могло произойти там дорожно-транспортное, но не именно в ней, а именно вот из-за нее дорожно-транспортное происшествие, либо ранее это уже была работа запланирована, и сейчас сводить, вот, я просто анализировал как раз этот момент, который вот эти фотографии я тоже видел, и думал, ну почему они решили вот именно этой ночью, именно перед приездом Владимира Анатольевича Медведева, именно ремонтировать улицу проспект Строителей и улицу Упита, хотя там движение кортежа, как мне известно, не должно было быть. Ну, теоретически, ведь они могли там ехать, правда? Ну, теоретически, они могли там делать, но... Я думаю, что ФСО не отчитывается перед местными там сотрудниками МВД, а как поедет в МВД? Ну, теоретически, если вы ездили там по этой улице, по проспекту Строителей, по улице Солнечный, там перекресток есть, да, так там одним ямочным ремонтом не обойтись. Там надо было тогда, почему они просто бы асфальт стали бы зимой сейчас ложить, если уж охота была показать, что у нас такие замечательные дороги, да, значит, получается, я не вижу в данной ситуации какой-то подтекст, связанный с приездом. Лично я не вижу. Хорошо, Константин, нам сейчас надо прерваться на небольшой перерыв. Я напомню, это особое мнение Константина Сичихина, члена регионального штаба ОНФ. Сейчас мы прервемся и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир, Константин уже начал. Я напомню, это член регионального штаба ОНФ, Константин Сичихин. В первой части программы мы обсуждали визит Медведева. Константин, я уже поняла, что вы никак не связываете ямочный ремонт на улице Строителей с визитом Медведева. Хорошо, я вопрос переформулирую. Когда город готовят к визиту федерального чудовника такого ранга, там, в принципе, вывозят снег, ремонтируют дороги, красят остановки, что-то еще, да, происходит. Это нормально? Или это, что называется, перестраховались? Это называется перестраховались. Почему? Потому что, по сути, город должен всегда быть в таком состоянии, в котором он, вот, по крайней мере, эти улицы, по которым передвигался кортеж, находились, потому что мне по стечению обстоятельств пришлось с понедельника в вторник вечером возвращаться с аэропорта. Вот, я наблюдал, как хорошо вычищались остановочные павильоны, как чистили, ну, там, можно сказать, барьеры, там, вычищали остановки, дорожное полотно вычищали, очень все замечательно. Вывозили снег прямо, они куда-то его там складировали, утрамбовывали в сторону, да, стояла машина на перекрестке, грузили снег в машину, и машина спокойно уезжала. Так бы делали всегда. Хорошо. Дай бог. Кстати, может быть, силами ОНФ это и произойдет? Может, и силами ОНФ, и силами... С помощью ОНФ? Нет, и силами ОНФ, и с помощью рабочей группы при общественном палате. Работаем в этом направлении. Есть к чему стремиться, есть что анализировать, есть моменты, как говорится, искать, где есть промахи, и со стороны работы администрации города. Почему? Потому что мы считаем, не все так идеально, как нам говорят СМИ. Ну вот, чуть-чуть позже я к этому вернусь, Константин. Ладно, у меня еще один есть вопрос, который я хочу задать сейчас, потому что начнем говорить про вывоз снега, и уже не вернемся больше ни к чему. 28 января исполнилось полгода с тех пор, как Игорь Васильев возглавил регион. Все СМИ на минувшей неделе подводили так или иначе итоги полугода его работы. Там что-то ему вспоминали, какие-то промахи, говорили о достижениях. Вот вы как считаете, за эти полгода его главные достижения и главные промахи? Главное... для меня, например, главное достижение на данный момент, это, по крайней мере, стали наводить порядок в лесной вытарстве. Потому что то, что это было раньше, то, что сейчас происходит, и ту информацию, которая ко мне поступает с районов, да, порядок стал наводиться. А в чем именно это выражается? Понимаете, раньше были эти инвестиционные контракты, вы сами о них слышали неоднократно, когда там на корню лес забирали за копейки, можно так сказать, да. Раньше были там много моментов, когда лес уходил на сторону из региона, особенно север региона, когда там осели наши дружеские, как говорится, партнеры со стороны Китая. Вот. И я считаю, вот лично мое мнение, если у нас столько много леса, то и глубокая переработка должна быть в регионе, а не куда-то мы там кругляком должны этот лес вывозить, и там на стороне сначала его производить, производить эту же мебель, производить еще что-то, а потом обратно в регион это возить. Замкнутый цикл должен быть здесь, а уже мебель мы должны продавать за пределы региона. Если у нас нету нефти, так давайте будем пользоваться тем, что у нас есть. У нас есть лес, и, как бы, вот, по моему счету, это основное достижение пока на данный момент. Есть еще второстепенные достижения немало, когда он... Ну, тезисные, давайте тезисные, не развернутые. Начали работать, например, в рамках ремонта дорог. Он вступил в рабочую группу и активно стал помогать нам в данной ситуации, да, и сейчас это продолжается. По медицине стали сейчас более-менее какие-то там, как говорят, разворот пошел в данной ситуации. Посмотрим, что будет дальше. Почему? Потому что сам неоднократно хожу с ребенком в больницу. Да, есть моменты, которые, как говорится, еще работайте, работайте. Но уже эти же электронные очереди, уже какие-то моменты стали появляться. А так, я думаю, люди на выборах в сентябре 2017 года скажут все свои положительные в рамках голосования. Хорошо, достижения поняла. А недостижения? Ну, как бы, не мне судить по недостижениям сейчас на данный момент. Почему? Потому что я вижу только пока положительные стороны, да, с отрицательными сторонами пока сказать не могу. Ну что же, Константин, давайте тогда перейдем к вывозу снега. Ну, на самом деле, какие-то отрицательные стороны или промахи власти уже там городской, региональной, ОНФ регулярно вытаскивает на свет, на самом деле. Смотрите, как бы, мы вот говорим с вами, ну, ситуация такая, снег вывозят не первый год. Снег вывозят уже там, не знаю, десятилетиями с Кирова, да. И почему-то раньше мы не вдавались в такие подробности, куда его вывозят, зачем его вывозят, за сколько его вывозят. И вот в этом году мы сюда копнули, копнули поглубже. И началась такая реакция, как бы, так зачем вам это надо? Да, это всю жизнь было вот так, как это было. Да, как бы, для понимания... А мы начинаем понимать, что у нас нет должного контроля. Нам говорят, так это есть контроль, так покажите этот контроль. Показать-то пока нечего. Есть только слова со стороны администрации города Кирова, да. Они вам, вот, как журналистам, что-то показывали, там, документацию, еще что-то. Я тоже не видел ни в одном СМИ, вот, на данный момент, кроме как сидит человек на камеру, да, с представителями администрации и говорит, да, у нас все замечательно, у нас все контролируется. Да я также вам могу сейчас здесь сидеть и говорить, у нас все замечательно, у нас ничего не контролируется. А вы съездили, Константин, на шесть полигонов, правильно? Конечно, да. А вот, расскажите, это вы за день успели объехать, или вы, как бы, дольше ездили? Нет, это понимаете, как бы, рейд никогда... Я просто хочу знать, как это происходило. Ну, процесс, он долгий, ну, как долгий, идет... Во-первых, сначала получаем официальную информацию. Вы имеете в виду муниципальный контракт? Да, нет, не то, что муниципальный контракт. Сначала был запрос в администрацию по поводу, все-таки, где шесть официальных территорий, в кавычках, если полигоны можно назвать, где у нас все-таки размещается снег. Эта официальная информация нам поступила, да. После этого мы едем по официальной информации на место и наблюдаем. Но вы там в течение дня находитесь, или там пара часов? Смотрите, у нас, вот, например, если брать один из пунктов размещения в районе улицы Базовой, да, то он, за ним, как бы, получилось, вечером вывозится снег. Есть у нас карта интерактивная, да. Наблюдаю по карте, машины едут туда, да. Вечером выезжаю на место, где снег вывозится, наблюдаю, каким образом производится погрузка этого снега, да, фиксирую там на телефоне. Вот, потом еду за этим автомобилем, наблюдаю, как он этот снег выгружает, и это тоже фиксирую. Из этого я делаю вывод, а где же контроль, как говорится, фиксация. Если мы берем на месте загрузки, не наблюдаем ни мастера, никого, кроме как погрузчик, который выбирает улицу, да, и автомобиль грузовой, в который грузится снег. Этот автомобиль перемещается в пункт выгрузки, там мы тоже не наблюдаем ни мастера, ну, никого. Водитель приехал в темный участок, стоит буточка где-то в стороне, в сугробе, вот. К ней ни электричества нет, ничего не подцеплено, да, и до сих пор там нет электричества. Не знаю, каким образом они ночью там контролируют, с фонариком сидят, с обогревателем, я просто не понимаю, да. А может быть водители, допустим, отчитываются по концу смены, сколько там рейсов сделали, сколько грузовиков вывезли. Вопрос еще, какой водитель, как он отчитывается. Мы же не говорим, мы попросили с администрации информацию, до сих пор этой информации четко нет, да. Каким образом, и мы с вами, когда анализировали, мы пришли к выводу, что у нас на данный момент только один полигон оборудован более-менее на ближайшем уровне, да. Ну, как бы, плюс у нас с вами это полигон, который находится на БХЗ. Там есть КПП, там есть представители данной организации, за кем определено, там есть камера, которая там в онлайне, не онлайне, но она есть, она записывает видео. И практически транспорт, который поступает, он, как вы правильно говорите, получает талончик, что он приехал, отчет и все как полагается, да. Все остальные четыре полигона, которые относятся не к этой организации, а к другой всем известной ГДМС, да, такого контроля не имеют. Вот, и вы сколько угодно можете машин прогонять, ну, водитель, ну, поставит он 10 рейсов, да, говорят, мы смотрим там по GPS, вот так это целое сравнение надо делать. Это надо, потому что человек сидел, вот день отъездил, грубо, да, принес путевой лист, написал там 10 рейсов, должен сидеть мастер, не мастер, механик, зайти в карту интерактивную, если у них какая-то GPS есть. Ну, это я просто визуализирую сейчас. И там еще посмотреть, а правильно ли он 10 рейсов съездил, либо неправильно. Кто эту работу выполняет, мне интересно. Я просто ответа на это еще не получил до сих пор. Из-за этого мы сделали вывод, что контроля нету. Это раз. Во-вторых, у нас вопрос к объему. Вывозится снег объемом. Снег имеет свою плотность. Кузов автомобиля замерен, да, акт, линейка лазерная, там, все замечательно. Но каким образом этот объем, именно тракторист, который там, блюзерист, он знает, вот он там 10 ковшов погрузил, вот он знает, что у него ровно 20 кубов. Каким образом 20 кубов существует в кузове? Может там 19, а может 16. А по факту, по документам 20 ковшов. Вопрос, ответов нет. А как вы считаете, как это должно быть сделано? Ну вот если, да, вы сами сказали, что кузов померен, там плотность снега известна. Теоретически понятно, сколько снега туда войдет. Понимаете, в моем понимании, в моем понимании, это должно быть весы, никакого куба, никаких кубов, это должен быть тоннаж. Автомобиль приехал на полигон, ну там на место, проехал через весы, его замерил электронные весы, современные сейчас, они недорого стоят. Замерил, вот он заехал 38 тонн. Обратно он выезжает, пустой, 18 тонн. Вот разница, 20, грубо, тонн. Он привез на полигон. Вот и все. Вот тебе пустая машина, вот тебе полная машина. И тогда мы понимаем тот объем, который в тоннаже приехал на полигон. Тогда мы понимаем реальную цифру, за что платит бюджет. Сейчас мы платим за воздух. Ну вот на этом я предлагаю прерваться, потому что самое время уйти на небольшую рекламу. Это особое мнение Константина Сичихина, члена регионального штаба ОНФ. Сейчас мы на две минуты уйдем и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Константина Сичихина, члена регионального штаба Общероссийского народного фронта. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Константин, мы до перерыва с вами обсуждали вывоз снега и в частности то, что нет контроля за объемом вывезенного снега. Вот вы сейчас предложили систему, каким образом это можно контролировать, взвешивать грузовик при въезде на полигон при выезде и, соответственно, понимать тоннаж. Конечно, это не новая система. Почему этого нет? Почему этого нет? Вроде ведь все просто так. Чтобы обвинять кого-то в данной ситуации, специально это делается, не специально делается, не могу. Просто есть предположение такое, вы сами понимаете, что у нас всю жизнь контракт был заточен на ГДМС, учредитель ГДМС администрации. Так надо администрации задавать вопрос, почему они не хотят экономить денежные средства, которые выделяются на вывоз снега. Все. Таким образом. Нормальные процедуры контроля. Ну вот хорошо. Вы сказали, вы написали запрос в городскую администрацию. Кому конкретно вы задали вопрос на систему контроля? Нет, смотрите. После рейда мы, во-первых, обратились сейчас в прокуратуру на четыре подрядных организации, которые отслуживают по контрактам. Почему? Потому что в контракте прописано, что данные подрядной организации должны находиться в интерактивной карте. Мы их там не обнаружили. Если, например, спецхозяйство, оно появилось, в кавычках, там, где-то уже после январских праздников, числа, наверное, может, 13-14, они в этой интерактивной карте появились. Почему? Потому что, как нам объясняло министерство связи, то, что у них не было... Они не могли их систему контроля совместить с системой контроля интерактивной карты. Ну, то есть, подружить другом две системы? Ну, все вероятнее, они подружили. И сейчас они есть, в спецхозяйстве есть. Все есть некоторые подрядчики, называть их не буду, они там сейчас на данный момент отсутствуют. Хотя одно из условий выполнения контракта, да, это нахождение в интерактивной карте, именно нахождение GPS и все, что там связано. Их сейчас там отсутствует. И в связи с этим мы обратились в прокуратуру на эти четыре организации сейчас, ну, убедиться, ну, почему их нет. Пусть проверку проведут, там уже надлежащим образом контролирующие органы скажут ответ, может накажут, может накажут администрацию за неучтение, там, например, условий контракта, может еще что-то, может контракт со всеми расторгнут с ними. Посмотрим, что будет. Ну, хорошо, а вы вот сказали, что вы в администрации кому-то задали вопрос о системе контроля, вот кому? Система контроля чего? Система контроля вывоза синега, да. Мы не то, что задали вопрос, задавали неоднократно вопросы, а задавали и на рабочей группе, да, и со стороны АНФ сейчас вопрос задан. Все-таки мы выявили такие недостатки, но вы же сами слышали, администрация сказала, у них все замечательно. И до них сейчас только если добиваться в плане получительной документы о том, что все замечательно, и после этого делать анализ, и из-за этого уже делать какие-то выводы, а правда ли, может, мы чего-то недопонимаем. Ну, мне кажется, мы все понимаем в данной ситуации. Нет, я спросила, кому конкретно в администрации вы задавали вопрос? Вячеслав Николаевичу. Симакова неоднократно задавал личный вопрос по поводу контроля вывоза снега. И он неоднократно отвечал, что у нас все замечательно. Да, как говорится, все контролируется. Ну и сейчас вы ждете результатов прокурорской проверки. Да, сейчас мы ждем результаты прокурорской проверки по поводу четырех подрядчиков. Также мы сейчас на данном рамке рабочей группы запросили документы, связанные с вывозкой снега, проанализировать все-таки данный контроль. Дальше будем делать выводы, и дальше будем с вами обсуждать этот вопрос, если захотите. Потому что выводы они будут. Будут они положительные или отрицательные, все увидим. Но, по крайней мере, в ходе рейда мы выявили вот эти недостатки, на которые еще до сих пор не получили ответ. Константин, вот вчера, когда готовилась к эфиру, нашла рейтинг, который составил Общероссийский народный фронт. Это рейтинг регионов по исполнению программ капитального ремонта. Он сформирован на основе шести показателей. Эксперты оценивали общее выполнение работ по программе, собираемость взносов на капремонт как от собственников, так и от муниципалитетов. Анализировали востребованность средств собственников жилья, качество проведенных работ и нагрузку на сотрудников регионального оператора. Кировская область оказалась на 18-м месте из 85-ти. Вот, по вашему мнению, это успех? Ну, это положительный эффект, положительный эффект работы общественников с фонда капитального ремонта, положительный эффект работы самого фонда капитального ремонта, что они не стоят на месте, они не топчутся. Они, как говорится, работают в рамках и основной программы, и пытаются внедрять какие-то новые моменты, но и пытаются не быть аутсайдерами в данной ситуации, а быть на уровне. С учетом того, что если, например, соседние некоторые регионы заложили, вы сами тоже слышали об этом, в ремонт 100 домов по годам были, да, когда наши, там, в первый же год зарешили, там, чуть не тысячу чем-то домов сделать, да, так надо же понимать и рассчитывать на свои силы. Но если мы сейчас уже более-менее начинаем выходить в те рамки, да, то некоторые регионы до сих пор еще не могут даже, там, и 500 домов осилить по году. Так это значит, о чем говорит о том, что, как бы, программа капитального ремонта, она работает. Просто не все так быстро, не все так сразу. И это не может быть того, раз, и все у нас замечательно, и все радостно, и в ладоши хлопают, и все хорошо. Вот хочу вас, Константин, попросить прокомментировать цифры. У нас в Кировской области доля выполненных работ 75%. Собираемость взносов с граждан 57%. Собираемость взносов с органов местного самоуправления за принадлежащее им помещение в домах 34%. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Вот смотрите, как бы, может, мне скажете, сейчас мое мнение будет привязато в некоторых ситуациях, потому что от лица общественной палаты мне пришлось вступить в Попечерский совет, ну, в свое время, фонда капитального ремонта, да, я непосредственно знаю все эти цифры, как это, что формируется, куда это. Ну вот, давайте расскажите. Постоянно мы с ними контактируем, да. По поводу провал, да, в собираемости со стороны муниципалитетов, со собираемости со стороны, там, федеральной структурки, в собственности, чьи помещения находятся, провал очень большой. И фонд с этим старается работать, по крайней мере, знаю, что уже там есть практика и выходы в суд, и взыскание денежных средств муниципалитетов с некоторых сельских поселений, да, как бы в этом плане они работают и стараются улучшать эти показатели, да. Но не все так хорошо, все равно 38% это о чем-то говорит, правильно? То есть 34% это о чем-то говорит. Вот, по поводу собираемости по региону всего, там, порядка, вы сказали, 57%. Собираемость граждан до 57%. Да, 57%. Вы сами понимаете, 57%. Я считаю, что вот программа работает третий год, да, считаю, это хорошая цифра, 57% собираемости сейчас, на данный момент. Потому что фонду есть куда еще стремиться, и есть, как говорится, доказывать, что данная программа нужна не только регионам, но и гражданам тоже, вот. А по поводу того, что 57%, ой, 75% у нас выполняются работы, да, Да, на 75% фонд старается выполнять те работы, которые поставлены, да. Только вот вопрос, в каком качестве они выполняются, это мы с вами неоднократно наблюдаем в рамках рабочей группы по капремонту, которая при общественном палате, да. Неоднократно мы рейды проводили и по общероссийскому народному фронту. Вот в этом моменте качество нужно улучшать, и нужно работать со стройконтролем обязательно и с подрядчиками, что сейчас и делается, по крайней мере, новый отбор подрядчиков. Надеюсь, что то, что было раньше, этого уже не будет. Подрядчики более четко будут подходить к своим работам, более грамотно, да. Ну и, по крайней мере, нормативы, пределы повышаются, потому что все понимают, что там фасад здания за тысячу рублей в некоторых случаях нельзя сделать. Почему? Потому что, ну, это будет просто показательная работа, но никак не как ремонт, да. При этом все понимают, что, понимаете, мы с вами, чем дальше мы изучаем эту программу, чем больше мы общаемся с людьми, я, там, рабочая группа фонда капитального ремонта, он понимает, что людям надо. Например, если раньше в рамках фонда капитального ремонта по отопительной системе не было заложено, там, тепловой узел оснащения, еще чего-то, сейчас уже это начинается, и с этого года это уже пойдет, это уже сметчики закладывают. И вот это все идет во благо, не только, ну, как бы, это все идет во благо гражданам. И граждане сами должны контролировать те работы, которые проводятся, фонда капитального ремонта, и давать обратную связь обязательно, а не просто сидеть и, вот, у меня там плохо сделали. И писать в Фейсбук. Да, и писать в Фейсбук. Обратная связь, она должна быть. Три минуты, Константин, с вами у нас осталось. Придется коротко говорить о вашем новом проекте «Генеральная уборка». О, да. Что это? Это, это очень замечательный проект сейчас на данный момент, когда каждый гражданин может зайти на интерактивную карту, да. Карта свалок.ру. Да, карта свалок.ру. И оставить там сообщение с фотографией. Ну, конечно, там надо будет указать свои данные, фамилии, мелчество. Ну, не то, что фамилии, имущество, а телефон, почту. Таким образом, мы постараемся нашу необъятную родину лишить этих свалок, этих незаконных свалок, как говорят. Потому что мы с вами все видим, едем в лесу, видим свалку, да. Мы попытаемся таким образом сделать каждый гражданин, чтобы он был активным, чтобы он принимал участие в работе. Вот, правильно говорите, не просто сидел там, в фейсбук писал, а вот идет по лесу, видит незаконная свалка там, скопление, сфотографировал, зашел на интерактивную карту, выложил фотографию, все отметил. И Общероссийский народный фронт начинает эту работу уже центрально проводить. А как вы будете действовать? Вы будете убирать эти свалки с помощью там волонтеров своими силами, либо вы также будете в пропоратуру писать, что ребята, вот здесь незаконная свалка. Конечно, нет, у нас процедура, вы же сами знаете, сначала мы сообщаем надлежащие надзорные органы, да, определяем хозяина этой свалки, если хозяин этой свалки не находится, конечно, мы будем стараться и своими силами какие-то там небольшие скопления мусора убирать, да, но если это активная большая свалка, то мы не специалисты, и там специальное оборудование требуется, да, то, конечно, будем стараться привлекать, чтобы и органы местной власти привлекали к этому специализирующей организации, максимально проводить контроль, проверка, и чтобы этих свалок, особенно в Кировской области, да и не только, и в Российской Федерации становилось все меньше и меньше, вот, было только законные свалки. Ну, не свалки, а полигоны, лучше так сказать. Вы, вот какой активности Вы ждете от людей? То есть Вы действительно верите в то, что люди будут активно фотографировать, отмечать незаконные свалки? Просто подобные проекты были про ямы на дорогах, тоже были интерактивные карты и добрые намерения, но это не закончилось какой-то повальной активностью жителей? Нет, тут, знаете, вот Вы говорите, что неповальная активность, она была и по ямам, по дорогам, по тем проектам, которые ОНФ, по крайней мере, делал и делая, да, активность очень большая идет граждан, да. Просто не все эту активность видят, но активность очень большая, связанная с ямами на дорогах, связанная с благоустройством территории, связанная с переселением из ветхоаварийного жилья, да. Граждане потихоньку вступают в этот процесс, не только, как говорят, контроля, но и если не сделаешь ты, то кто сделает за тебя, да. Вот, и в данной ситуации мы просим людей по всем свалкам, по всем свалкам, без разницы, это официальная, неофициальная свалка. Если Вы видите, что идет какое-то нарушение законодательства по размещению ТБО, ТКО сейчас на данный момент, то обязательно фотографировать, заходить на сайт картасвалка.ру и оставлять там информацию, а она будет обязательно проверена и надлежащим образом, как говорится, доведена до контролирующих органов. Тем самым мы будем чистить нашу страну. Спасибо, Константин. У нас на этом, к сожалению, закончилось время. Это Константин Сичихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. Я благодарю Вас за эфир. Спасибо большое. Эфир для Вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...